Привет! Седьмая серия по багам и ошибкам. Поехали! В этом месте между трассой и жд-путями находится железный забор. Но это не совсем забор. Это куча калиток, выставленных в ряд. На крыше главного здания аэропорта находятся такие большие кондиционеры. Если встать на один и запустить дрон, персонаж провалится через кондиционер и встанет на крышу. Когда-то давно я рассказывал об этой штуке, но там персонаж проваливался через динамические объекты. Видимо кондиционер игра тоже считает динамическим объектом. Есть один переулок, в котором если начать шлифовать, не будет ни дыма, ни звука трения. И сами колеса не взорвутся. Зритель заметил очень интересную деталь. Почему на острове Као Перико, который находится в Карибском море, у машин номера из Сан Андреса? На острове есть еще один очень странный баг. Для него нам нужен ядовитый порошок и водонапорная башня. Но подниматься на башню не нужно. Мы идем под башню и подходим к трубе по центру. Появляется кнопка. Нажимаем. Персонаж взлетает вверх, но сталкивается с киллзоной и умирает. Если бы не киллзона, то был бы офигенный спидранерский лайфхак. Если встать здесь в укрытие, персонажа будет дергать из-за неудобно размещенных столбиков. Следующую странную деталь зритель обнаружил в миссии с алмазами в Тарарбайте. Запускаем миссию, забираем кейс и летим в сторону покупателя. Покупатель всегда находится возле того здания. Но сейчас мы полетим немного в другое место. Сюда. Здесь находится копия покупателя. Для чего, зачем, я так и не понял. Покупателя и машину возле дома также невозможно убить. Но после завершения миссии неуязвимость отключается. А на старом месте уже никого нет. Одна из парковок недалеко от Олеи Звезд частично закрыта стеной. Парковочное место просто пропадает. Лестница на военной базе имеет лот, который развернут на 90 градусов. На горе Горда можно найти летающие камни. И это подвижные камни. Благодаря тому, что они в воздухе, можно с легкостью устроить небольшой оползень. Новый способ пробраться под карту. Поднимайтесь на здание по лестницам. Спрыгивайте на балкон. Идите в угол. И с помощью укрытия пытайтесь втиснуться за текстуры. Еще один способ. Он находится под землей в метро. Залезаем на помост и прыгаем в стену. Если катаясь на Стромберге, набить себе большой розыск и попытаться скрыться под водой, скрыться у вас получится только если вы в режиме подлодки. Как только вы включите режим машины, вас тут же спалят. Даже если не будут на вас смотреть. Если оторвать машине дверь и потом прилепить на ее место бомбу липучку, бомба провалится сквозь машину на землю. Похожая штука произойдет, если вы будете лепить бомбы на вертолет. Стрельнув себе под ноги атомизатором, стоя на краю водопада, вы активируете слоу-мо-падение. В текстуры крыши этого дома можно пробраться. Залезать нужно в этом месте. Но просто так персонаж не дотянется. Подставьте мотоцикл и потом залезайте. Похожий баг с крышей находится в пустыне на одном трейлере. Активировав в машине действие до двух рук, вы по-прежнему сможете поворачивать. Новый колбасичный объект. Берем высокий транспорт и едем в этот стеклянный навес. Этот баг может оказаться довольно полезным. На входе в базу Мэри Уэзер можно зайти в текстуры стены. Но если встать здесь еще и в укрытие, боты по вам попадать не будут. У персонажей правда торчат ноги, но по ногам они не стреляют. Еще один похожий баг, но он больше для прикола. Зато отсюда красивый вид на лампочки. Напротив больницы можно пролезть в текстуры небольшого помещения на крыше дома. Изнутри простреливаются все стены, кроме той, где дверь. А снаружи стены закрыты. Немного можно пройти в здание на гидроаккумулирующей электростанции. В центре города, перед въездом в подземный гараж, перелезаем маленькое заграждение, садимся за ним в укрытие, ползем в угол, и персонаж просовывает бошку в текстуры. И от первого лица видно город насквозь. Прямо за помещением парикмахерской находится кирпичная стена без коллизии для транспорта. Но верхняя крышка коллизию имеет, из-за чего заехать туда на байке нельзя. Но для маленькой машинки это не проблема. Если разогнаться и врезаться в это место, персонаж может пролететь за текстуры. У меня получилось со второго раза. На гидроцикле можно кататься по земле, правда только возле берега. Далеко уехать не получится, но все равно выглядит очень странно. Если упереться мотоциклом в это место на лесопилке, потом выйти и сразу сесть и поехать, можно проскользнуть под здание. На пляже через эту часть в стене можно заехать в соседний магазин. Но это возможно только ночью. Днем первый магазин будет закрыт, из-за чего проехать мы не сможем. В этом месте у мостика снизу нет коллизии. Сквозь него можно пролететь на скромжете, либо на опрессоре. За одним зданием с квартирами из-под земли торчат маленькие столбики. Это, скорее всего, части гаража. Потому что в сюжетке их нет, как и интерьера гаража. Трамплин, который разгоняет персонажа так, что можно перелететь через забор. У машины Вегера, у багажника нет анимации. Еще я заметил, что если бить машину по бамперам с поднятым капотом или багажником, то они будут мяться вместе с машиной. Ограждение, которое имеет текстуру с одной стороны. И последнее. Это не баг, просто интересная деталь, которую я заметил. Подходящей для этого рубрики у меня нет, поэтому покажу здесь. Надеюсь, вы не будете против. На крыше этого дома можно залезть в дымоход. Можете использовать его как укрытие или для игры в Деда Мороза. Деталь мне показалась забавной. На сегодня с багами все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, пишите, что понравилось больше всего. Вся необходимая информация находится в описании. Там все ссылки и названия музыки из видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok theoretам declare Rob